Садитесь все пожалуйста, потому что помолились уже. Продолжаем занятия нашими, исследование Слова Божьего. И вот святой апостол Павел пишет послание к Галатам. И мы уже прошли до третьей главы 20 стиха. И читаем далее. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Давайте 19. Для чего же закон он дам после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукой у посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. И теперь идет блаженный ферфилак полкования. Это 19 и 20 стихи. Так вы это не проходили? Посредник при одном не бывает, а просто раз считай же. Дело все в том, что 19 глава говорит почти о том же, а 20 продолжает. То есть как-то можно было вместе их объединить. 20 стих, то есть 3 главы. И толкование такое, так как он возвысил веру и указал, что она древнее закона, возникло возражение. Для чего же был дан закон, если вера была древнее и сама сообщала благословение? Не напрасно говорит он дан закон, но ради преступлений, чтобы быть вместо узды для иудеев, препятствуя нарушению, если не всех, то по крайней мере некоторых заповедей. Прекрасно также сказано дан после, чтобы показать, что закон дан не в качестве первообразного установления, как обетование, но как бы дан в добавление по причине многих преступлений, дабы воспрепятствовать хоть немногим. Однако не навсегда был дан закон, но до времени пришествия Христа, к которому относилось обетование, что о нем благословятся народы. Если же до явления Христова дан закон, зачем же ты далее простираешь его значение? Закон, говорит он, дан через посредство ангелов или священников, или действительных ангелов. Потому что ведь ангелы производили оные трубные звуки, громы и знамения. Это не читали. Это не толкование, это не считали. Можно я это читаю? Говорит, рукою посредника, то есть Христа, показывают, что и закон дал Христос, а потому он волен и отменить его. Так и Христос служит посредником между двоими, а именно между Богом и людьми. Ибо он примирил обоих, дав мир и уничтожив вражду, которая была у людей с Богом, с тех пор, как соединил с собой человеческое естество. Он дал мир, чудесным образом соединив с божественной природой враждебную ей вследствие греха плоть. Итак, если он ходота и примиритель, то ясно, он спасает, а не закон. Вот до конца дочитал все. Прошу вас. Зачем апостол Павел-то пишет вопрос? Какая в этом нужда была? Те послания такие ясные, четкие. Христа уверовал, принял, живет во Христе. И вдруг он теперь начинает такое объяснение давать. Закон, благодать, вера. Зачем? И это несоединимое совершенно. Чтобы понять это, мы должны понять ту обстановку, войти в нее. Что он проповедовал, вот это вот говорил евреям. И евреи эти вопросы ему ставили. Смысл-то какой был, я сказать, Христосу? Так у нас закон Моисея был. Зачем это нам нужно было? Кроме того, обетование было. И вот апостол Павел впускается в такую глубину. Притом это ничем не доказуемо. Это все как бы гипотетически, что могло быть так вот. Закон дан. Или мы признаем его корифеем мысли, или он просто здесь суисловил. Евреи забрали второе. Я почему это говорю? Потому что я христианин, Библия, Слово Божие, и вопросы сняты. Мне вообще не надо думать, я должен исполнять. А что тут думать? Тут не о чем думать. Не вмещается ни одного момента даже. И вот понять так. Если бы евреи ему не засаждали, вопроса не задавали, в этом вообще бы и не было. Я почему сегодня говорю о том, что делают против меня, потому что он достигло. И я теперь начинаю пояснять, что другие это знали, молились. И когда вас постигнет, вас никто не трогает, не жжет. А здесь 18 роликов, и третий раз только в студии собирается Лапкин, Лапкущина, Лапкин, Лапкущина. И сидят священники, другим рассылают, и то другое. Почему? Ну, один из выводов такой, что это новая ступень, куда Господь поднимает. Другое, что они обречены окончательно. Для них было сказано, человек пожертвовал собой, пришел, а они его убили. Вот так. Кого из пороков не гнали отцы ваши? Кого? Вы, богопочитатели, да вы богохульники. Это Стефан говорит в последние моменты уже. Я это могу сейчас сказать им. А они ничего не знают. Они бьются за веру православия, за то, что сегодня видят. А я говорю о вере, которая евангельская, подвязайте себе на душу, за веру евангельскую. А они вообще эти слова не знают и не слышали. А у них какой евангельский? Мощи. Знаете, мощи. Он считает, что это оккультизм. Ну, а вы как считаете? А он сказал, что в церкви скотомогильник. Ну, правильно я сказал. А почему вы не подумаете, чтобы наступило время другим языком заговорить? То, что вы говорите, сисюкаете с народом, народ ничего. Ну, выслушал, стал благословитель и пошел дальше-то. И вдруг является человек, который заговорил совершенно другим языком, но говорит о том, что там было, а не то, что сегодня есть. Я только смотрю на сегодня и говорю, это другая вера, ничем не доказуема, не имеющая подтверждения на странице Священного Писания. Поняла? Да. Это говорю... Почему? А ты теперь меня спрашиваешь, то хорошо, у вас так получилось, то другое. А вы теперь, а это у него гигантин, это как в советское время, даешь нам это, больше написать книг, больше там стихотворений, проще. Они не понимают, что это сходь до смерти. Когда друг превращается во врага. Ну, посмотри, к этому православию. Только вдумайся, вот, около 40 лет собирал материал. Лет проверял, встречался с епископами, с митрополитами, с священниками, с сектантами всех корней и оттенков. И дальше. И материал для этой книги собирался 40 лет. И в конце. Сравнивая все полученное со Священным Писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называют православием, практически не имеет обоснования на страницах Библии. Вот об этом речь-то и идет. А не то, каким я языком сказал Скотта Могильник. Да я это вам объясню сейчас, что такое Скотта Могильник. Создана совершенно новая религия. Не вера во Христа, она не нужна. Религия, порядок какой, батюшка, благослови, на каждом шагу вот это пришли стояния, каписты. Вот он в старообряде сидит. Да они на вас-то старообряд, на новообряд, на фениан-то смотрят, как? Так, почему у старообрядца за 300 лет ни одного не мочили, ни одного? Сейчас выставили фотографии, губернатор там Приморского края принимает крещение и крестит его Меркурий, епископ Меркурий. И он вот так вот стоит, наклонился, он ладошкой написано, крещение в скобках, мочение затылка. Это не мои слова. Губернатор, губернатор освященник не может звонить, это только епископ. Но у Коршунова, здесь и губернатор Коршунов, у него умирает мать. И призывает отпевать Антония, и отпевала его мать, епископ Антоний. Они понимают, как здесь высоко, пищать, вышестоящая. У них такое понятие, и он туда идет. А зачем отпевать Бертвесар у человека, который не церковный совершенно? Любой священник отпевает. Да еще надо ли отпевать, узнать, ходила она или не была, нет. Ничего этого нету. Я говорю, это создана совершенно новая религия. А они отлопаются, а почему лопаются? А у них кормушка там у всех. Они привыкли, и благословляют. И вдруг я говорю, не благословлять надо, не прыгать, радоваться, а плакать. Евангельской веры-то нет никакой. Теперь говорит скотомогильник. Давид говорит, когда я не разумел закон твой, я был как скот пред тобою. Ну, с этим можем согласиться? Ну, как, ну, скот был. Но этот скот бывает живой и мертвый. Так вот, мертвый, дохлый скот, он не умирает, а вздыхает корову. Сдохла корова, сдохла собака, сдохла кошка. И это, где кладбище там, куда вывозят, называется скотомогильник. Я вижу это именно в храме. Стоит скот, и при том мертвый. Они ничего не понимают. Вот в чем дело. А как так скотать мертвую? Иисус пришел к погибшим овцам Израиля. К погибшим. Погибшие овцы. Овцы лежат мертвые. Ну, вот мы приехали на лесобазу где-то. И гляжу, он такой невеселый мужик, который директор. Овечек он развел попутно. И 20, кажется, или 40 овечек у него всех отравили. Сыпанули, он там подкармливает чем-то. Он отравил крысы. Чем кормит-то? Ну, и все, овцы лежат. Что у него здесь теперь? Были овцы, а теперь скотомогильник. Я это вижу здесь. И поэтому оставьте мертвецам хоронить мертвых. Ну, мертвые лежит, это понятно. Но о которых хоронят, то мертвецы Христос говорит. А ты при том скот. И что это получается? Это скотомогильник. Они никак не могут этого хватить. Даже развития не хватает. Ты два места Писания соедини. Ты только должен был спросить, а живут ли кости сели. Они вопрос-то не задают никакой. Они только так никто не говорил, да что ты, монашество. Они не спрашивают, почему я сказал. Монашество принесло вред. Он считает, там сидит. А тут студия, наушники, священники, это все в интернете. И вот Лапкинщина там, Лапковщина. Вот он сказал, монашество принесло зло. Больше, чем мусульмане. Коммунисты, фашисты, масоны вместе взятые. Вы понимаете, что он сказал? Но я говорю, впереди-то написано, монашество в том виде, в котором пришло. В том виде. Я за монашество. Чтобы люди были больше одинокие. Были для Бога. Силы, как Павел, как Иоанн. Швид трудились, как Мария Магдалина. Все двинулись на проповедь. Но не за то, чтобы давать обед и запечатать из-за монастырской стеной. Он там помирал, сидел. От вожделения. Вот у ней теперь. Она уже пришла. Но она молодая. В ней все не приспособлено к этой жизни. И она теперь. А это наущает ее настоятельница. А к ней подходит искушение. Она видит жениха. Она только умирает. Это, скажем, умирает. Засыпает. Она видит, как рыцарь ее ворует. Ну, показано. Монах сидит. Книга перед ним. Там ученому на глобусе вот так наклонился. И там сад показано. Оно ее вот так притягивает к себе. Целует. У нее длинное платье. Он только сейчас сидел, думал. Так такое отродье женское. Да с ними не спасешься. Только глаза закрыл. Уже обнимает. Ну, ничего не сделаешь. Оно все здесь. Да они красивые-то какие. Да она к тебе расположена эта. Ну, дай ты ей нормальный выход. Нет. И вот эта Елалия. Теперь она. А монахиня. Она видит. И говорит, ой, опять она. Смотри, что делает. Принесла булыжников на постель. И залой все посыпала. И легла. То есть она борется теперь. Каким камнем, на какое место надавит ей. Вот теперь она там молится. А теперь она стоит, подняла руки. Она молится. Матушка, да она уже 14 дней еще не брала. Отстаньте от нее. Наконец она падает. Обмерла. Все. Теперь ее тащат туда. Она, вот, настоящая будет заместительница у меня. Тут 11 тысяч мужиков изнывает за стенами. 11 тысяч. Видит красавица. А там красавицы видят. Только за реку он сделал. Там его сестра. Это противоестественно. Писание говорит, лучше жениться, чем разжигаться. Почему эти места-то уже нигде не берут дальше? А, не грех. Бисер девства. Откуда вы взяли? Бисер. Девство. Это уже все. Ну, у каждого, кто говорит бисер девства. Твоя мать-то была. Какой? Если она девствия, то она родить не может. Бисер девства. А в бисер влезти дальше некуда. И в каждом житии. Ой, она не вышла замуж. Бисер девства. Я не против. Это ценно и драгоценно перед Богом. Но кому дано, он говорит. Есть, которые оскопили себя, кого-то оскопили, с копцами родились. Это уже в внимание не берут. Я о чем говорю? Что запечатали, проповеди не было, возникло мусульманство. Проповедников не было. А вот тебе теперь Елиса, Башхиры, Калмыки, Ближний Восток, Узбеки, Туркмены. Это все христиане могли бы быть. Два миллиарда христиан было бы. Что это сделало? Монашество. Монашество. Главная вина в том, что они обрезали выход к народу. Они даже меня не спрашивают, которые против меня враждуют. Они не вписываются в то, что я говорю. Я говорю простым, ясным языком. Они не допустили людей в Евангелии. Вера отслышания. А не от того, что отстоял, свечку в руках выдержал. А люди-то в церкви так понятны. Я пришел, сразу подвинулся, свечку купил, прошел. Маленько постоял. Развернулся. Там машина, там дела. Что он будет тут стоять-то? Что там бубнит? Один подошел, дергается, стоит. Я говорю, я купил, мама умерла. Я говорю, да ладно. Подошел еще, ему песок продали. Сколько там песок продали здесь. Это матери посыпать где надо. В Окропском соборе. А я стою рядом. Я говорю, подожди, вышел от священника. Я говорю, Иван Геевич на этом постоял. А этот Иван еще долго будет кричать. Иван. Иван. Сущий макробет. Валя Шитикова спрашивает. Что такое сущий воробец? Сушеный воробей. Да какой же он тут сушеный? Откуда он взялся-то? Люди вообще ничего не знают. Абсолютно ничего не знают. Ни о Христе, ни о Кум. Я вот о чем кричу. Долдыщу-то для чего это день и ночь? А они одно и то же. Это не так. А вот сказал он Серафима Саровского. Он разное Ярдание устроил там. Исторое. И вот теперь он тут. Идти к народу, а не к нему. Вот так пошло. Идите по всему миру. Он не сказал, ты будь святой, и к тебе все пойдут. Такого нет нигде в Евангелии. И Павел-то уж, ну, Серафим-то не святее, а Павло-то. Но Павел-то всю вселенную облетал. Фома в Индии. Андрей дошел до Киевских гор. Где вы нашли подобие? Кому он подобрял Серафим? Где? Иану Крестителю. Ну, почему Ианн Крестителю не стал уподобляться им? Никак. У него жена была Елисавета. И думал в Китай поехать. Но когда в трущобы в Станкт-Петербург досунулся, ух, тьма. Да куда, какой Китай-то? Тут у меня Китай под боком-то. Люди ничего не знают. Давай скорее строить. Куда на работу принять? А сейчас баслиник-то пришел к нему, он бы мог на работу, к станку научить. Он заработает, он крепкий парень, он может работать. Почему научили? Он там землю долбить у нас, кидать. Нормально работает. Ианн, он понял, ни милосту не подавать надо, а дать ему место работы. Чтобы он работал. Работал. Не в компьютерные игры играл. Это Ианн Кроштадский. Святой и праведный. Объявлен. Ну, святой значит праведный. Если праведный, то святой. Я об Златоусе так не говорят. Святой и праведный. И по-другому. Если я сказал святой, нет, он святой и праведный. Серафим только святой. Игнать Ильич, вопрос можно к Кроштадскому? Вот вы про Серафима Саровского хорошо сказали. А Ян Кроштадский, он-то прям проповеди говорил. И народ стоял, и он хорошие проповеди говорил. Так почему после этого и общество Иоаннитов организовалось, и они его разрывали, ему эти мантии на куски народу. Сразу после этих проповедей, прям читаем заметки современников. А почему? Они сказали, это Бог пришел во плоти. А так Христос спустился на землю. Он же говорил, как Иоаннитов. Всех там мгновенно образовалось. А почему? Христа он не смог показать, он только себя показал. Вот мне говорят, он всегда там, гуру, это гуру. Гуру это учитель, ничего ругательного там нет. Гуру. Вот он что сказал, Игнатий так, я сказал. Это зазомбированные. Сейчас они обсуждают, а все ли виноваты, которые около Игнатия. Нет, есть такие у них люди интеллигенты, вот эти отвечать будут. А есть такие простодыры, сидят эти, за себя не отвечают. Это мало из них. Но сидят, рассуждают, а вокруг одни мертвецы. И куда они ходят, они не видят. Ну ты побыла здесь, ты уехала. За полгода раз приехала, зазомбировали это слово такое, в ходу запустили. Да еще тоталитарно, та-та-та-та-та-та, выговорить не может, тот Воркин пустил. Это Америка ему назначила, что сказать, он здесь гонит под это. Он не знает, не Евангелие как будто бы. Подвязайтесь, единодушно завел в Евангельскую. Я к этому зову. Давайте по Евангелию посмотрим, где про мощи сказано, чтобы их резали, выкапывали, дробили, отрезали и прочее. Где? Ну покажите. Если оставьте мертвым, похоронить мертвецов мертвым, то кому оставлять, выкапывать мертвецов? Этого вообще нету ничего нигде. Даже кто хоронит, и тот и мертвецы. Да что, не хоронить? Там другое решило о том, что докормить, допоить. Я тебя призвал, и все, иди. Не советуйся с плотью и кровью. Не люби отца и мать больше, чем меня. Они ничего этого не знают. Я об этом кричу, и ни у кого мысли, вот который сидит там, это, радиостанция-то вот эта, его звать Алексей Райкин. Александр, кажется, Райкин. Видно, что человек не спастился, сытый, довольный. Но вот это вот лапковщина, вот это вот сказал, это повторяет за ним. Ты берешь интервью, тебе должно быть безразлично, ты не должен ни на одну сторону становиться. Вот я сейчас, допустим, беру интервью. Беру, ну, у сирийцев, беру у представителя российской власти, и те, которые там, ну, еще на Катри, которые бомбят и прочее-то. Я спрашиваю, а вы как считаете? То есть я не должен ни на исламское государство, ни на Россию, ни на Сирию смотреть. Я у людей узнаю мнение. И в самом вопросе я не должен заложить, подталкивать его к чему-то. Вопрос этот, ну, вы понимаете или нет, что без вмешательства России здесь никак не победит истине. Ну, понятно, чего я хочу. Ну, сам вопрос-то, и они так, а этот вопрос-то, ну, и как вы считаете, что тот лапкин-то, ну, возможно покаяние или нет? Вот нет, покаяния уже никакого нет. И дальше это все сидят, а то судят где-то. А где они встречаются с людьми? Они слепые, они видят, что люди мертвые, вокруг мертвецы. Им он по кладбищу идет, он не видит. И что, я пришел дать вам доброе, Господь говорит, а вы меня распяли. Я услышал Христа, я пошел. Они ничего во внимание не берут. И вот этот Тараси, который на корабле плавает, я сейчас не могу не точно сказать, кажется, в Турции они где-то там были, в Черном море остановились, ну, где-то там, или чуть ли не в Африке. И у нас, говорит, там, назвал, кто там, я не знаю, Гоцман или кто, Седой, в годах. И турки или кто там заходят, что там, церковь была или мечеть, я там так и не понял. И они оборачиваются и видят, русский человек стоит-то, а вот Седой, они каждый подходят и руку целуют. Уважение к старшим какое? Здесь никакого нет, маленький пацан, он изгаляется. Я в три раза его, я никогда возрастом не щеголяю, ну, просто он сравнивает и говорит, а так как же так? Эти люди, которые с вами, они ничего этого не претерпели, чтобы не доказали истинность своей веры. И они так вас поносят, а Куртараси, да бросьте, это благо мое, благо. Понимаете, Господь меня избрал претерпеть поношение. Вам это не дано, и вы бы печалились. Один даже прочитал, как на меня нападают, и человек высокого, говорит, ума. Дальше, я весь день хожу, до того на душе нехорошо у меня. А как вы терпите это все? Я говорю, да у меня как ничего и нету. А где это все? Это благодать, это поцелуи. Как против вакуума там Пашков воевал. Он говорит, благодать в устах твоих, Афанасий Перепович. Игнатий Иванович, немного скажу тут о Дворкине. Вы-то его, наверное, никто не знаете. Я-то с ним даже беседовал. С кем? Да с Дворкиным этим любом. Он сюда, когда приезжал, вы говорите, сходите там. Ну, я сходил, подал ему записку о вас. Он сказал там псевдоправославный. Я потом подошел еще в подтверждение. Пригласил его на занятия к вам, что Игнатий Иванович вас приглашает. Так он дернулся такой, сразу как суслик стал. А в общем так, он никаких мест писания не приводит. Если приводит там, ну это так только, чтобы покичиться. Ну, как советская мысль от Бога. И он издевается над всем, что есть такого, ну, что придумает негативного о сектантах. Как они подходят к людям, как вот этот Смирнов. И спросили, вопрос ему задают. Что бы вы сказали человеку быстро, кратко, даже не пять минут, а там пять слов. Если бы хотели вот передать все то, что у вас на сердце, вот религиозное наше чувство. И вот вы на улице проходите мимо. Что вы говорите? Я бы сказал, я хам, я там плохой человек. Ко мне, со мной ни в коем случае не разговаривай, потому что я вот невежий идиот. И что я к тебе пристаю на улице. И вот такая бестолковщина точно у него, у этого Льва Александровича, по-моему. Нет, Александр Леонидович. А, точно, Александра Леонидовича, да. И вот он, понимаете, он как актер на сцене. Он голос меняет. И вот позиции меняет тело. Ну, как актер занимается. Он никакой роли не играет. Его пришли специально пятидесятники и начали ему вопросы задавать. Прям записками сначала. Потом с места задают вопросы. Он все игнорирует, ни на чего не отвечает, только смеется. Ну, они встали и начали уходить. Начали уходить, а он кричит. Кто там у нас на выходе стражники? А ну-ка обыщите их. Они, наверное, тут какой-нибудь листочек у нас своровали. А там листочки кое-какие лежали. Ну, это последний его выход. Мы говорим об этом. Апостол и Павел вернемся к первому. Они подовлекали Павла, и он им поэтому так вот начинает отвечать. Когда была вера? Вера была еще там. Обетование пришло после. Уже на веру накладывается обетование. От Авраама произойдут где-то. Но люди грешат, и поэтому с умножением беззакония пришел закон. Тогда щетко было ясно сказано. Вот этого делать нельзя. У меня было такое. Было. Вот у нас по Теряевке мы сказали. Когда своровали ребятишки, Надежда Васильевна повела их туда. Еще она за молоком ходила. Таня там стибрили велосипед и притащили. А меня не было в лагерь. Да и они привезли, и тут ребятишки утащили с разъезда. Наши, лагерные. То есть спрятали в крапиве тут кататься. А те встретили в следующий раз, ребятишки-то и спрашивают. А когда нам велосипед ваши ребятишки отдадут? Лагерный, христианский лагерь. Ну вообще, вообразить даже это нельзя. Неверующие спрашивают, когда отдадут нашу вещь ворованную. Ну и когда разобрались, это все. Ну и дети. Ой, как вот посмотришь. Ну маленько назад. Тогда мы сказали, у чужих велосипеда не брать. И ввели это в устав, что не просить у деревенских покататься. Да конечно, я больше не сказал ничего. А деревенские к нему подходят. Те сказали, нам просить нельзя. Говорят, а я не буду тебе. Ты не проси у меня. Сейчас подойду велосипед у столба поставлю. Ты садись и катайся. Дети, они меня ввели. Вот так вот. Моего закона не хватило. Я вижу уже, ребятишки двое катаются. Я подошел. Подождите, ребята. Вы нарушаете правила. У нас написано, что ни у кого не просить. Вообще нельзя просить нищем. Тебе более у деревенских велосипед. Чей это велосипед? Ну тут подошел тот из деревенских, кто там. Ерема, кто. Так они у меня не просили. А как? Ну стоял они взяли. Так я же про это не сказала. Был написать. И не брать, когда стоять. Я закон должен был расширить. И вот закон. Люди хитрые. Видишь, как они дети маленькие. Они меня ввели. Шульха на рух нужно было писать вам. Шульха на рух. Это Талмуд надо писать было. Талмуд уже, да. Но это вы не ушли, потому что это уже к воровству можно причислить. Ну, видишь, я знаю, что сломает. Ребенок не выпроет. А местные будут говорить, что ваши лагерни сломали. За этим-то я вижу, что дальше. Ну, упал, поломал. И вот здесь, вот они не глядят в дальнейших шагах. Вот к Боркину подошли, сектанты сказали бы, он должен был, я так делаю, я другого не могу и предложить свой опыт. Я бы сказал так. Это, конечно, не то, что правильно, а от добра не ищут добра. И то, что вы отделились от церкви, это говорит о том, что вы же любите Бога, да, любите Слово Божие, да. Но вы, значит, в нас этого не увидели. Слово Божие у нас не в авторитете, и вы поэтому собрались, сами стали толковать, как... Он бы мог сказать, но это у нас же есть толкование святых отцов. Вы их знаете и нет. Ну, почему? Это же как-то везде, он не понимает, сразу обыщите там... Ну, не то, что неправильно, а дико неправильно. Ну, и об этом разговаривать не надо. Вот о законе. Потому что пришел закон. А закон дается как? Закон дает начальник. А почему без посредника? Между Богом и человеком должен быть посредник. Православные уцепились. Все теперь посредники. Моли Бога о нас. Вот стоит, моли Бога о нас, Трифон, моли Бога о нас, Ильдаги, моли Бога о нас, Лида. И стоят, и только слышат голосок, где-то, Бога о нас, Бога о нас. А никто ни о Боге не думает, ни о святом. Моли Бога о нас. А почему не сказать, давай помолимся? Поднял руки, и все встали. Преклонили колено, все преклонили. Вот это вопрос. То есть работать не умеют. Да и не желают. Вот главное, меня обвиняет, что я сказал, что пояс Богородицы, он недоказуемый Богородицы для пояс. И потом, нигде нет поклоняйств. А как Павлова поясание, ну вот, из его тела, оно было, говорит, еще теплое. Вот. И они, люди исцелялись. Здесь-то нет, сколько... И не сказано, теперь этот пояс носите. И все, вот они приходили, брали, он опять опоясался и уходил. Как говорится, перенапитано его святостью было. Здесь ничего в этом нет. Что это пояс Богородицы, даже полпроцента нет. И нигде это, голову Луки привезли. Я говорю, а сейчас, что у вас? Ой, говорит, мы поклонялись туфлю святоспиридона Тремяфунского. Привезли туфлю его. Туфлю привезли. Я говорю, а как узнали со святоспиридона? А там еще не знаете? Ну, я знаю, но вы объясните, как. Ну, его мощи обретенные. Не выкопали, а обретенные. Понятно, слова какие, подмена идет. Ну, как обретенные? Почему я копаю и не обрел ни разу сундука с золотом? А все, булыжники. Не обрел. Вот, обрели они. И теперь, теперь промыли его мощи. Труп нельзя говорить. А Илья и Иноха убьют. Бросят трупы на улицах города. 12 глава. Откровение. Илья и Иноха, это трупы. А спиридон, это нет. Ну, если ты мощам поклоняться можно, а трупы нельзя. Я говорю, трупы поклонники. Они, это труп. Его все дальше, это труп. Слово мощи, это всякие мертвые. Я открою слово мощи, заряди. Ну, и что? И каждый год его переобувают. Ему покупают новые обувь. Как вот Ленин лежит, в год ему, кажется, на три раза костюм меняют там. Его когда вымачивают, в недостаток, специальная ванна с раствором. Они вот так вот, у них перчатки, они его там давят, как он тонет, как сверху прикрытый. Чем? Показывают, как. Раньше-то не показывают, а сейчас все показывают. Как они его вымачивают. Как новодворская. Плакат вывестила там зюганов. Забери из манзолея свою воблу сушеную. Ну, и вот. Туфли-то на него наденут. Прислонились, благословились. И запечатывают с пищатью. Через год снимают это, а туфли стоптанные. Туфли-то стоптанные. Значит, он ходил по земле российской. Всю земля родная. И сходил, благословляя. Вот они теперь и говорят. Туфли-то непростую принесли. А то, которые он ходил. Ой-ой-ой. Да еще стоптанные, как у меня у сапога, наверное. Вот такой вот наклон. Туфли святого Спиридона Тремяпунского. Он был очень ревностный. Ну, нет, это только православие может сделать. А о Христе, вот так, любовь, чтобы именно... Нет этого. Как Шарлика говорит, нет, чтобы по-простому... Чтобы все... И поэтому нападки на меня, они не на меня. Не на меня, потому что слова не дают. Я еще не умер. Я бы мог пояснить, почему я говорю о монашестве так. Только за то, что они запечатали проповедь. Проповеди нет. И все эти люди... Это Китай мог быть. Индия была уже обращена. Но он ушел в монашество. В Арламеса. И все началось по-новому. За ним идет весь народ. Он в царь, в царский сын обратился. Не ходи, он в пустыню бросил народ и ушел. Представь, Индия. Почти 2 миллиарда были бы сейчас православные. Вот так. Я это и говорю. То есть, не масоны не могли этого сделать. Никто не могли сделать, чтобы полностью отбить. И при том, когда человека мучают, он понимает, мученик ему сочувствует, то другое. А здесь наоборот. Возвеличивается противоположное заповеди Христа. И возвеличивается. Я ведь глубже беру. Они этого ничего не понимают. А я сказал. На суде даже не расспросить, почему я так сказал. И я отвечу. Не было проповеди. Они скрыли проповедь. Они запечатали тысячи, сотни тысяч людей. За монастырские стены. Проповедь заглохла. Ну и все. И все. Я сейчас только получил сообщение. Утром на меня вышла Самира Тагиева. Я там с ней беседую. И в конце спрашиваю. Какой у тебя рост и вес? А там, ой-ой-ой, Игнатий. Да разве можно женщину об этом спрашивать? Рост и вес? Нельзя. Да что ты. Нельзя. Вот. Ну а я спросил. Чтобы узнать, на кого похожа. Она похожа на... По росту одинаковый и по весу. Татьяна Капустина. Ну а она говорит, отец Игнатий, у меня 6 килограмм сейчас лишнего веса. Что со мной делается? Уж пытаюсь как-то бросить. И сейчас пишет. Дорогой наш отец, Игнатий, в конце учитель. Мне так как вам приехать. С большой буквы все. Маля-то мусульманка. Уже не один год мы дружим. Дружим, у ней были, ночевали. Видишь как? Это Бог так делает? Очень грамотные люди. Как она консерваторию ходит, как она играла там. Четыре языка знают, а муж шести языков говорит. Понятно? И поэтому... А что им не говорить? Они там в окружении арабов живут. И поэтому вот то, что сейчас где-то делается, мы должны все это применять. А сегодня окончится. Сирийцы придут сюда, будут взрывы. Как мы пожелаем вернуться к этой спокойной, тихой жизни. Утром встал, все при тебе. Из-за каждого угла не стреляют. А сегодня за больше километра снайпер щитнет и все. И какими пулями стреляют? Говорит, упала пуля, которая стреляет. У него же какая-то винтовка, да она длинная, это чуть не до стены где-то. И говорит, человека попал, стреляет сюда, буквально разрывает пополам человека. А они сидят там, их нигде не видать. А там далеко-далеко развалили. Ну, больше километра. И оттуда стреляют. Они видят, перебегаются. И все это в интернете показано. У них 13-й калибр пуля. Вот и все. Один там какой-то терроризировал. Снайпер на снайпера охотятся. И когда они наблюдали, в какое время. И все-таки убили. Убили. Это ошибка его была в том, что он на этом месте дважды появился. Он не должен был это. И выходил в одно время. И поэтому усилили надзор. И заметили, где он мелькнул. И когда стреляют, пуля, значит, учитывает, какой ветер, с какой стороны, какая температура, поправку. Пуля пойдет сюда, на 20 сантиметра дальше. Надо ровно, чтобы пошла. Сейчас вот они бомбят. В три раза скорость света, с этого звука, опережает. Бомба. Какие-то бомбы. Бетонные. Бетонные укрытия взрывают. Ракеты. Они даже облетают. Особые. Разница 3 метра только. Надо было? 2. Ошибка бывает не больше 3 метров. Погрешность. Погрешность. И это все может прийти сюда. Я вот рассмотрел все. Ничего говорить не надо. Только молиться. Молиться и благодарить. Наполнился благодарностью. За здоровье. Вот я благодарю за гонителей, за друзей, за здоровье, за болезни. Мира всегда прошу. Израиль, Россию, Украине и Сирии. Всегда идет война. Примири Господь, если можно. У тебя молитва будет тогда, а ты вместе с ними будешь. С радующими, с радостью. С плачевыми, с плачевыми, с плакой. Вот так они вот говорят. Они там меня поносят. Что только они говорят. Это не... Ну что? Феодосий старший. При нем свалили в Антиохии статуи. Жалобщи говорят. Да, ваше императорское лищество. Да они же ваши статуи волоком тащили. Все лицо испачкали. Да нет, вроде не испачканное. Умертветь-то я могу. Говорят, воскресить-то уже не сумеем. Вот так. И они этого ничего не знают. Не знают ничего. Ну, выпал такой жеребий. Душ, лжи вошел в уста людей этих. И страх Божий потерян. И он огородит, видишь, что требует эта генеральная линия, там, кто патриархии. Гнать, он будет гнать. А ту, а ту. Но если сегодня архиерей скажет, убрать с интернета, к утру ничего не будет. Мы сидели здесь в епархии. И отец Аким говорит. Ну как вот с вами быть вместе? Когда вы... Мы видели, как вот... А то выставили в интернете, что потеряемка, там, вот у нас в общине, это демонизм. А то демонам там поклоняются, все такое. А Максим тогда был, говорит, вот так вот. Да вы что? А этот сидит здесь, здесь критерий Беляев Сергей говорит. Да, так выставили. А кто это сделал? Ну там Георгий или кто? Горно-Алтайский. Убрать! Я пришел домой, сунул, служение еще нет нигде. В мгновенном все. То есть они не самостоятельно. А мне скажи, убери такой-то ролик. Сначала докажи, что он вредный. Мы все показываем. Все, что у нас происходит. Собрание, вот говорим, несогласие где-то. Научитесь за них молиться. Я ни на кого не гневаюсь. У меня вообще этого нету. Ни этому человеку я ложь не сказал. Аж на вы могли вот так вот сейчас трое собраться, там, Юпитер, там, Юпитер, эти зажечь софиты и говорить о Дудине, там, о Скоротовском. Я сказал бы, с тем и с другим были хорошие отношения. Но внезапно переменилось. Отчего я не знаю. Вот. Но у них у обоих было вот то-то, то-то сходное. И это, что с нами. Больше я ничего не знаю. И думаю, что под именем священника, может, это не священник, да сейчас что угодно, клоунаду любую можно построить. Я больше ничего не могу сказать. А этот Самсонов Алексей, который вместо Сипаненко, вообще он мне незнакомый. Но только я могу сказать о нем, что Мюнхгаузен в рясе. Все, все выдуманное. Совершенно. Меня он видит, как я там поднимаю руки, захожу. Вот идет Игнатий. Вот он подходит к первой ступени. Вот там ступени 10. Я же не птица, говорю, на 10-ю. То есть он говорит много. Я иду, подхожу, даю знак, чтобы не снимали. Теперь, когда я выйду, все, готово, тогда даю знак, снимают. Сначала захожу священника, обрабатываю ее там. И потом со священником под руку его увожу священника. Во всех храмах я так делаю, одинаково везде. Даю сигнал, и моя съемочная группа снимает. А Кобин говорит о патриархии или о ком. Ой, да как это тогда вышел, чем папа римский. Это они кощунствуют, сидят. Мне до того, я сижу в 11-милюсе. И скорее бросаюсь, и опять молиться начинаю. И Господи, прости, в искушение прямо вводят. И он говорит, это священническая ряса на нем. Отсюда вывод, что он лжет. Тем более у него свидетельства. Тем более мои книги есть, ролики. Ему это не надо. Лжет умышленно. И поэтому это грех, это нельзя делать. Там же Балашов рядом с ним есть. Да. Да и священники, которым вы известны. Да. Ясно, что ничего не надо. Ясно, как есть. Я молюсь просто. Им ничего не надо. Закон пришел позже. И который сказал, так не делать. Вот так не делать. А Давыд говорит, может Бог презрить на это поношение. Ты и простите мои грехи. Аминь. Такое поношение сейчас просто неудержимое. Ролик один, только полтора часа у них. Полтора часа. Полтора часа они все это... Мусулируют. А этот сытый, который сидит там в райке направляет, как и в русле. Если я беру и терю у кого-то, я просто спрашиваю. Вот я, допустим, беру Карлини. Ну, к примеру сказать. У кого-то человека, ну, в редакцию пришел. И мне надо людям дать положительный или отрицательный образ местного губернатора. И я должен спросить. Скажите, а с какого времени губернатором он стал Тайского края? То есть я никуда не клоню. А дальше? Его как, выбирали здесь? Или он был поставлен прямо президентом? В вопросе моем не должно быть намека на мою склонность. Я беру интервью. Я хочу людям дать понять. Одного-третьего спрашиваю, чтобы независимо от меня, как они решают. И теперь как? Рейтинг его стал выше или ниже? Опять ничего не говорит, куда я склоняюсь-то. Тот и говорит, он много ездит. У него хорошее отношение с тружениками сельского села. С интеллигенцией. Так, я теперь спрашиваю. А он не числится среди тех, которые считаются долгожительными у губернатора? Да нет, он еще до этого возраста Амана Тулеева не дошел. А ладно. Я опять дальше спрашиваю. А как? Вот он относится к тому, что и горные дома тут устраивают. Его отзывы какие-то были или нет? Опять непонятно, куда я. Я просто спрашиваю, даю информацию. А здесь нет. Ну и вот этот Лапкин там вот это дело-то. Ой-ой-ой, да сам засмеется еще. Ну и как это там Лапковщина все-то? Да какой это инфюрилерцы? Да это один из вас. Это три друга, они трое. Пришли против Ефеева, страдальца. И они поносят его. И он молчит. А потом начинает говорить. Но концовку не забывайте. Пусть за вас Ефеев помолится. Ни от одного не приму жертву Бог говорит. А они князья народа были там. Пришли к Ефееву. В конце-то придет к тому, чтобы за вас помолились. А я получил это указание и молюсь заранее. То есть они Писание совершенно в руки не берут. И не знают. То есть смысла Писания, видимо, совершенно не знают. Вот так. Добавить кто-то желает. Нет? Да ну что. Доположим. Двадцать первый стих. Итак, закон противен обетованиям Божьим. Вопрос. Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Толкование. Если обетования сообщали благословения, а закон подвергал проклятию, то, очевидно, если бы мы приняли его как имеющие силу, он уничтожил бы обетования Божьи, которые дают благословения. Но да не будет. То есть никак. Слушай далее по порядку. Тогда, говорит, закон был бы сильнее веры. Сообщил бы благословения и оправдал человека, если бы он был в состоянии оживить и спасти. А теперь он скорее убивает. Так он не может освободить от грехов. Как же после этого закон может преодолеть веру, которая имеет силу оживлять через крещение, и благословлять, и оправдывать? Вот понимаете, что он просчитал? Закон не может сделать праведным. Сейчас уголовный кодекс. В уголовном кодексе написано, нельзя это, нельзя клеветать, нельзя там... Ну, все это указывает закон. Но закон есть. Но закон не делает праведным. Он только говорит, когда ты согрешил. А мне этот закон, он и не нужен. Я его даже и не знаю. И меня любой следователь сейчас будет расследовать, он ничего не найдет. Ты вот это не делал, тут не брал, тут это... То есть нигде ничего нет. Почему? У нас обетование Божие, оно выше этого, я образно так говорю. Обетование. Я дарую вам Духа Святого, Бог дал. И он вам просветит все. Осветит и напомнит. И Бог дает, и поэтому мы вне закона мирского, нигде его нарушить мы не можем. Конечно, если не искусственно, он где-то что-то наматывает, чтобы 1 мая обязательно флаги повесить, чтобы... Просто когда речь идет о том, как правильно жить, мы никак не можем нарушить. Раз я верующий, мне он и не нужен, закон. Внутри меня этот закон должен быть. И вот он это показывает. А обетование, то есть, от вас родится Христос, оно было дано раньше. А закон уничтожает обетование? Никак. Закон как бы приготовляет людей, чтобы были достойны обетования этого. Вот, что хотелось сказать. Интересно, евреи как говорят, если в мире есть 10 частей лицемерия, я бы так разделить, все лицемерие разделить на 10 частей, то 9 частей это в Иерусалиме, говорит. Сам евреи. Вот и все. А я это могу сказать, что... Проси про наше положение вот где-то, я говорил. Если есть где-то, собралось, 9 частей лжи, это там, которые нападают на меня. Вот, Игнатий Тихонович, вопрос вначале задали вы, а почему он говорит это? Ну, хотелось бы вернуться к первой главе, к Галатам. И сразу здесь шестой стих. И вот как написано. И вот он начинает все это пояснять им. Тут дошел, конечно, и до веры. Это понятно. То есть, сразу-то он начал с чего? И самое интересное, он их святыми называет перед этим. А они уже другое благовествуют, оказывается. Ну, как вы их сейчас... Так они благовествуют хотя бы. То есть, и ходят где-то, рассказывают, но не так. А здесь никто уже и не благовествует. Все, вообще ничего нет. Не просто за монастырями, за стенами скрылись, а еще и забыли говорить. Все, в молчание играют. У меня первый священник, с которым я познакомился, отец Вениамин, монах, конечно. Он приехал к нам. На Магадане жили еще. Приехал с Магадана. По разнарядке. Там, ну, провести богослужение или что. А жили у нас прям в квартире. Жена готовила. И они там оставались. И я сразу увидал, в рясе крест все есть. Я ему сразу вопрос. Я говорю, а вот Господь мне себя показал. А я говорю, а как так сделать, чтобы вот мои родственники бы обратились и поздали Господа? Вот что для этого нужно бы сделать, а? Он сидит и четко перебирает в кресле. Рыжая борода длинная. Сидит, перебирает. Даже на меня не глядит. Я думаю, вот это сосредоточенность. Сижу, жду. На форточке вот так сел, сижу. Ждал, ждал. Пять минут проходит, молчит. Я с другой стороны зашел. Отец Вениамин. Я вот это, что? Я ему задаю вопрос. Вот так, немножко. Раз, опять. И опять. И четко только. И опять молчит. И я понял, он не ответит мне, оказывается. У меня шок был от этих священников. Поэтому там кто-то что-то может сказать на меня. У нас тут братья и сестры даже некоторые поднимаются. Как ты так о них говоришь? Ты их злословишь? Они попали бы в мою ситуацию сразу с этим мамасем, который молчит. А потом мне говорят, этот фаст уже говорит мне, отец Михаил. А ты что к нему пристаешь-то? Я говорю, а что я пристаю? Так это, он у нас молчальник. А-а-а. А что тогда сюда приехал? Не, ну на службе-то можно разговаривать? А с другими ни с кем, не, 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 никто не может. И я уже шел такой обескураженный. И это увидел послушник там, Виталий. И уже он подбежал ко мне и начал там. Игорь, это, брат, вот я тебе сейчас хочу сказать. Ну и что-то там начал меня утешать, там говорить по этому вопросу. А священники молчат. То есть послушнику можно говорить, но я больше чем уверен. Этот Виталий, в этом монастыре, он там был, я тоже там был. Как только он получит эту лясу с крестом, он так же сядет и с таким же удовольствием не будет отвечать. Потому что он перенимает эту энергию какую-то негативную, антиевангельскую. А откуда она? Вот откуда она у Галатов взялась, вот это иное благорестование? Оно вот есть и все. 22 стих. Но Писание всех заключило под грехом. Дабы обетование верующим дано было повериво Иисуса Христа. Толкование. Закон, говорит, не имел силы освободить от грехов, но содействовал тому, чтобы заключить людей под грехом. То есть показать их грешниками и принудить, чтобы они возжелали отпущения грехов и обратились ко Христу, могущему даровать оное. А так как иудеи, не чувствуя всей тяжести грехов и прощения их, не желали, то Бог дал закон, который заключает их, то есть теснит и подавляет обличениями, объявляет их грешниками и побуждает искать способа получить прощение. А этот способ есть вера во Христа, посредством которой мы получаем благословение и оправдание. Игнатий Иванович, а почему тогда Господь Иисус Христос в 15 главе говорит, кто любит меня, тот исполнит заповеди мои? Ну и что? Ну тут как бы идет... Не как, заповеди его, а не закон Моисея, который обетование давал. Заповеди его как раз и вписывают в пришествие Мессии. Понятно. Это от него. И тем, говорится, обетование семени и заповеди, это все идет от семени. А семени-то как раз и не было. Семя-жена, у семени-жены нет, у нее утроба только. А Господь так и сделал такие названия, что от женщины нет рождения, от мужчины. Тогда еще вопрос следует за этим. Если мы законы видим конкретно выстроенные во второзаконе, левитом, законы, которые дает через Моисея, да, и исход книга, дает Иегова, то заповеди Христа, они в Нагорной проповеди, или нам нужно выбирать заповеди Христа и всей его жизни? Вот последовательно вот заповеди Христа, как... Как... Их же нет, вот первая заповедь такая, вторая такая. Ну такого понятия у нас же нет в Евангелии. Первого зуби Бога, вторая подобная и разумеет. Где заповеди? Ясно. Понятно, я так и подумал. А как же там не убей и так далее, когда подошел юноша, богатый, 10 глава Матвея, и говорит, и он перечисляет их? И он говорит, да, полюбил его. Да. То есть это тоже к заповеди он тогда относится, получается? Вы на меня не смотрите, что я копаю. Для того, чтобы у меня сделалось все с места. Когда я понял, что мне не найти никого, я сегодня объявил, мне надо найти моих благодетелей, чтобы их наградить. Я страшно разбодотел. Можно еще отсюда вопрос? И в это время Надя, это, Муха... Я не помню, вы... Она мне дала уже, она нашла одного, я ему уже позвонил, директор РТИ. Уже договорились завтра к нему, меня Себастьян везет. Хромов? Дома. Вот теперь дай директор или там, не знаю, там, ЖБИ на Калинине. Да, ты, глядя. Понятно? Как быстро все делается, то прямо сразу. Интересно. Это не все. Через него я узнаю, где находится Горшков, директор станкостроительного. Он говорит, какой-то технику. Я говорю, нет, это институт юридический. Вот, вот. Я теперь туда могу заехать. Сейчас всем книги готовлю. Всем. Понятно? Да. Ох, как Господь слышит молитву. Мгновенно нашел тех людей. Я говорю, я уже ничего не прошу, а только даю. А вот тогда женская нечистота, она как вот относится вообще к этому? Так как было, так и есть. То есть вот, а почему же тогда Христос ничего об этом не говорит? То есть оно что, через Детский Завет осталось? А откуда вообще пришло, что ребенок 66 дней, а девочка 33? Мальчик. Но это постановление, они идут уже после того, как Господь встречался с апостолами? Ни один медик не докажет, что женщина родит мальчика, а другая или девочку, и что-то у нее другое, и что-то у нее дольше времени не стечение будет, ничего этого нет. Но этим все время подчеркивается неравенство. Сколько всего. Ну, с врачами, гинекологами подумают, она рождает мальчика. Сколько нужно женщины прийти в нормальном состоянии? Сколько девочку? Два мальчика родила или мальчика, с девочкой двое не бывает. Ну да. Никак. Не определишь. Но Писание определяет и говорит, вот столько-то она будет исчисто. Почему? Потому что женщина первая согрешила, и как бы более грешно рождается, поэтому дольше надо ощущаться. Это все для нас, а не для Бога. Закон-то для нас дан. Так это как закон сейчас вот эти дни, или это просто какие-то предания спасчика? Вот, папушка, видите, встречает роженицу где? Вот он в коридоре. Да я это вижу. Да где он написан? Его же нигде не написано. Нет, ну, мы ничего не можем сказать, кроме того, что видим. Ну да. Здесь, например, он, по-мунски, его... Ну, святые отцы, в общем, донесли, да, это до нас? Да. Святые отцы донесли, мы это берем, как заповедь Христа. Надо так было бы... Как заповедь? При чем тут заповедь? Заповедь? Это приятности так. Правильно. Ну, принято так у нас, и все. Не понятно. А нечистота это законно, или это тоже принято просто было? Понимаешь, в откровении, когда написано, еще надо понять. Говорит, видел, говорит, садики, тех, которые не оскверили ни с женами. Да. Как с женами? Это что, не блудники, нет, вообще не женатые, которые? 144 тысячи там. А как оскверили? Здесь она, священник, меньшам, говорит, да будешь как Сара, будешь как Ревекка, там многощадия просит. И вдруг, ну вот, понимаешь как, я пришел к такому убеждению, не рассуждать, не надо, надо его исполнять. И выпросить у Бога милость, исполнять это добровольно. Добровольно и... Развозив. И добровольно и с охотой, и с любовью. Особенно в лагере. Мне эти посты не к месту. Они не евангельское устроение, а Петров пост. Я к чему говорю-то это, Игнатий Тихонович? Если есть разделение на закон от семени и заповеди Христовы, почему это не показывается? Вот когда начинаешь говорить о бороде, первым делом, что высказывают сразу, говорят, а почему Христос об этом не сказал в Новом Завете о бороде? Что она должна расти? Ну, так-то их понять можно, этих людей. Но это мелочи. А вот закон, вот закон-то можно было бы сказать, вот этот закон теперь не действует, а эта вот заповедь, она соотносится с Христовой заповедью. Ну, как-то вот так вот хотя бы. Ну, несколько-то есть, а я говорю вам, любите, любите. Ну, есть, я кое-что сказал, да. Ну, Игнатий Тихонович конкретно сказал, первая, вторая, да, я тут попался. Я-то хотел сказать, перечисление там до 700-й, 719 канонов и правил православной церкви. И то есть получается, что православная церковь, как бы Господь оставил как мишу какую-то, и теперь святые отцы собрались, и вот эти 719 правил получились, что ли, да, получается? Я отношу по-другому к этому. Здесь я хожу, мне просто заходить сразу, чтобы забрать. Вы-то разговариваете? Я думаю, что это 12-28, первое посланник к корритму здесь. Один поставил апостол, пророками, учителями. И всем Бог дал. Ну, как это образно сказать? Ну, раньше как? Человек, который там наютил, или саксаул срубил, или старая лепешка коровья, кизяки делали раньше. И вот люди собирали, и вполне достаточно было изготовить есть. Но время идет, леса не хватает. Тогда Господь говорит, а я для вас приготовил склад отдельный, там у меня есть углярка. Какая углярка? А покопайте. Люди попробовали в камень, а вы в печку положите, знаете, сколько жару? Правда, горит и горит, и горит, молва пошла. Уголь такой наден. Стали копать в одном месте, в Кузбассе нашли, там, в Донецке. О-о-о-о. Ну, наконец-то угля не хватает. Я так образно, как бы говорю. Люди там наполняют землю, уже миллиард пришел. Господь показывает, а у меня там кладовка есть, жидкое еще топливо есть. А какое это? Ну, копайте. Вначале нефть нашли. А нефть, теперь из него возгонка, бензин будет, керосин, разные смазки, еще только не делается. Ой-ой-ой. А народу-то еще больше, Господь, ничего у меня еще есть там, только осторожно, потому что к нему просто так нельзя прикасаться. Это радий, руда урановое излучение. И теперь зарядят, лодка плывет и может полгода или два года один раз только всплыть. И все, она морскую воду обрабатывает, пресную, кислород из воды вырабатывает. Это, конечно, огромная энергия идет. Подводная лодка. И она это обработает. У Бога что-то еще приготовлено, но мы не знаем, почему он любящий. Так в законе. Бог видит, вот только исполняет. Он закон дает более нравственный, более возвышенный. То есть все время поднимает и поднимает человечество. А почему первым не дал? Они были маленькие ребятишки. И поэтому и так это дано. Закон был где-то водителем ненький. Видишь как? Ну, в общем, это так полагать, что женщина просто выше поднялась по заповеди Божьей. Потому что сотворил их написано, человека. И здесь, как говорится, уже проверять не надо. И поэтому вот эта нечистота, то, что раньше было, что не прикоснуться после женщины нигде. Она должна сидеть все время. Это теперь на втором месте уже. И только лишь, чтобы не было кощунства, я понимаю, перед алтарем только теперь, чтобы, да? Ну, женщины ни чистоте не подходят. К святыне, да. Она не прикасалась. А зачем прикасаться? Она подошла, включила, я ее насчитал. Она слушает. Понятно. Мы делаем полноправными. Слушайте, мы не считаем. Духовные стали. У меня интересно. Я насчитал архипеллаг ГУЛАГ. Совесть на место встал. Говорит. Я говорю, слушаю, как вы Библию насчитали. А других слушал, так вы насчитываете это настолько, дрожь аж до слез. А другой говорит, да что там считал. Вот сейчас насчитано с музыкой. Я слушаю. Я признаю, они лучше считают. Там артистический голос такой. Видно, артист считает. Он говорит, нет. Один, я послушал архипеллаг ГУЛАГ. И, наконец, остановился на вас. Тут зэк считает, прямо слушает, что он это все испытал. То есть, надо всех не угодить, что надо. Отлично архипеллаг ГУЛАГ. Я лучше не мог. Я где-то ошибался. Я говорил один, говорит. Ну, за это ему надо награду дать. Только его к стенке поставить, надо стрелять. Он, говорит, произношение неправильно делает. Шепеляет. Ударение не там делают. Ну, верблюдам, конечно, это не каждый поймет. Ну, нормально. В конце, говорит, я так и не выбрал время просчитать архипеллаг ГУЛАГ. Ну, Лапкино прослушал. За это я его благодарен. Да, вообще-то считают отвратительным. А другой восхитительным. А один и тот же. Одну и ту же пленку слушает. И не потому, что они ко мне расположены. А ему ложится так. И я должен одинаково это принять то и другое. И сказать, действительно, это так. И отвратительное есть, и приятно. Что-то считал лучше, что-то хуже. Да, главное, чтобы начитано было. Тогда кто читал Библию-то? Вот о чем речь-то. Дорогая ложка к обеду. Первый, первый, первый. А это вообще, уж все говорить. Это навсегда я буду первой. Как одна, я, говорит, еду, а она у меня зубы лечила всегда. Валентина Петровна. Это где-то даже дороже там. Так, она 16-го почтового отделения. Я, говорит, в одну гляжу на остановке моей Кости. А он, говорит, уехал на дачу. Гляжу, говорит, женщина вокруг него. Но я, говорит, скорее. И всю, говорит, обеду им испортила. А он у меня мужик такой, говорит, как еще это отвернусь. Он, говорит, уже с чужой где-то. Я его под руки, я его под руки, говорит, там, как она называет, Алеша или Костя. Поехали. Он, говорит, ни слова не говоря, этих подружек оставил-то и поехали туда. Ну, мне, говорит, говорят, как ты терпишь. Хоть как. А я первая у него. Я у него первая. Я на этом довольствуется, всю жизнь веселая, зубы лечит нормально. Надо найти какой-то момент такой, на что опереться, может быть, и чтобы это было не кровоседить. А я у него первая. Только отвернусь, готов, уже с другими. А другая, я ей окна повыбиваю, волосы повыбираю, кислотой в глазах, лесну. А она, говорит, говорит, улыбается. А у него, говорит, и отец такой же был. И сейчас сын у нас, говорит, такой же, говорит, самый кобель. Как я стал этому говорить, Виктор Аплиханов. Чего ж ты так, по вокзалам, и подбираешь. А у меня и дядя такой же был. Точно. Оправдаю, что и дядя такой же был. А у меня дед был верующий, с той и другой стороны. Аллилуйя. И бабушки обе были верующие. Потом глубоко, искренне верующие. И которая вера в бабки твоей Лаиде. И у матери твоей, Евник, и у моей матери это так же было. Так, продолжим, да? 23 стих. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Толкование, блаженный феофилакт. Закон, говорит, доставлял большую безопасность тем, которые находились под его охраной. Потому что удерживал их от многих грехов и был как бы стеной, окружал людей и приводил к вере. Каким образом? Обличая грехи, но не имея силы освободить от них. Он по необходимости указывал на оправдывающую веру, которая была и в древности, но прикровенно. А крыто явилось впоследствии, когда и Бог явился во плоти. О Христе сказано. Ну тут все больше и больше раскрывается, то есть повтор идет, повторяется. И именно что Христос дал нам освобождение от грехов. А сам закон, который от семьи не был, он не мог дать освобождение от грехов. А вот скажи, вот я завтра и еду. Севастян повезет мне. Я везу больше, чем на 15 тысяч подарки. Один там помогал мне за все время, на одну тысячу только помог. Он помог, когда я нуждался, для детей где-то. Вот моя радость какая от того, что их нашли. Я завтра поеду к этим директорам, везде, и все это предприниматели. Моя радость тебе может ли передать? Только в этом случае, если это община, мы близкие друг к другу. Мы знаем. А если это приход, там, ну и только делов-то. А я тебе говорю, ой, я помню, вы это подарки на Новый год приносили ребятишкам, я коробки нес такие-то, это вот Абрамов давал. На лодках плавают, в деревне, там приезжают к патриархии на эти, хористы еще плавали, там. Это вот Хромов помог. А который насос токачает, это Алтай называется. Это вот директор станкостроительного. А мы с вами были у Хромова, какой второй? Не знаю, какой раз, шланги, потом коврики забирали, ну там таскали много, палатки. Я о нем сегодня говорил. Да так хорошо поговорили с ним. Ну он такой какой-то старый казался, я думал, он на пенсию уже. Нет, еще работает, глядя-ка. Да, мы давно были. Благополучно будет, Севастян меня зато должен повезти по всем. Наверное, лет 15 назад были. Мы договорились, я снимать буду, все. Еще бы в тюрьму попасть, поблагодарить там их. А я скажу вас с ними, когда я знался, то мне по сегодняшний день один дома сижу, вспомню, как я делал. Ой, до того мне неудобно. Стыдноватый. У меня нет ничего, денег копейки нет. И вот этот Хромов, он помогал, я не знаю, сколько он помогал. И вот мы находимся у первого зама, у Сурикова, в соседнем кабинете. И у меня вышло первое издание для Слова Божия лет уст. Больше еще не было так. И там сидит Хромов. И я ему не подарил, а продал книжку. Он мне столько лодок, шлангов, а я ему продал. Вот сегодняшний день мне неудобно. Думаю, мог я одну книжку-то дать-то. Но в то время у меня ничего не было. Я был вот в таких огромных долгах. Я не знал, где, как рассчитаться. Потому что я издаю, они на свои же это средства-то где-то. Но ему-то я мог бы. Дальше другому директору привез мед. Мед хороший, все. Сидим за столом. А я потихоньку, это, подарил баночку, потихоньку крадусь к ней. Уже уходите, я говорю, вы меня извините, конечно. Но у меня крыша нет, и крышку снимаю. Крышку капроновую. У директора мы сидим в кабинете. Я крышку капроновую снял и в карман положил. Как он понесет, как будет есть. Я как сейчас вспомню, один сижу и у меня ничего не было. Мне покрышку дали, не моя покрышка-то. Я не буду объяснять-то. Понимаешь, он мне помог, ну много помог, а я у него крышку отнял, подавил. Вообще. Один сижу дома, у меня даже сегодня пот прошибает. Вот в то время я такой, так и был. А сегодня я говорю, Анатолий Петрович, я хочу вам сказать, что когда я приходил, я другой сейчас, я несказанно разбогател. Да вы что? Я говорю, да, у меня книги вышли. Книги-то они мне лучше не сделали. За столом у меня ничего нету. Ну, все есть, но не больше того, что было. Я никогда не езжу, чтобы платить. Ни на поезде, ни на самолете. Ты учитываешь, что у меня бесплатный билет в любой конец страны каждый год. В любой конец. Ну, репрессированный. И за 92-го года я еще ни разу не ездил никуда. Ни разу. Все пропало. Ну, все пропало, конечно. А что пропало? Время я не тратил. Опасности жизни не подвергал. А самолет он с Египта прилетел, сейчас брохнулся-то. Интересно, 220 человек погибло. На Украине, говорит, такое ликование у них, что у нас-то сбили 290 было-то, и вам 220-то. Разве это мыслимо дело радоваться гибели? Мостоляку-нагеляку. Радуется, что 220 русских меньше стало. Шарли вон, карикатуру выпустили. Не слышал про это? Да, конечно. Он не годится никуда. Вообще, да. Даже о враге и тогда сожалевает, потому что он не вернется никогда. Ему нельзя исправиться. А там сидели дети, 24 ребенка были. Еще же... Никуда не годится. А я вот смотрю, как бомбят сирийцев, я просто... Жалко уже. Чтобы меня не истолковали правильно, но... На тумбочке. На самом деле. Вот я в одном месте говорю, я нашел, исследуя всех политических деятелей, самый умный был, самый правильный в вопросе Гитлер, Адольф. И запятая. Если, при одном условии, если нет Бога. Но если Бог есть, то это было чудовище. Это был сатана в образе человека. А они это ПП отрывают и говорят, он, посмотрите, восхваляет фашизм. Вы понимаете, что это Лапкин представляет из себя? А у меня там полпредложения. Я говорю, политик, умный, из развалин поднять страну, бросить против всего мира. У него все было так сложено. Сталин, Ленин, они разрушали готовые государства. Этот создан из ничего. Он герой битвы. У него железный крест был. А у этих ничего не было. Они вместе все ни дня не воевали. А он воевал три года на противе был. Четыре. И он, главное, чем был? Во время боя, везде он был курьером. Из окопа в окоп только падает, ползет, делает. И, наконец, вот я до что обращаю внимание-то. А что он потом стал? Что интересно, Сталин, говорит, мечтал в детстве стать священником. Учился в семинарии. Где-то он мечтал быть художником. Там не прошел то другое-то. И оба стали одинаковыми тиранами. А почему? Бог. Они назначены для этого. Их тоже осудить нельзя. Нам не дано это право судить. Я вот сегодня посмотрел, выступает такой архимандрит, ездит с Америки, и Аким Парр. Да, у меня есть. Видела? Парр. Вот такая у него борода. Такой он привлекательный. Его спрашивают об Андрея Кураеве. Я скорее включил, думаю, послушаю, что скажет. Когда он ответил, я только подумал, ой, 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 ой. И Андрей Кураев сказал о нем, как что. А дальше стал говорить так, что его никогда, нигде этого пара гнать никто не будет. Никогда. Он обходит. Даже эти вот, это наши братья, которые гомосексуалисты, это наши братья. Мы не можем осудить. Чего ты взял, чтобы братья, когда они враги Христовы? У него все, ну, как у Булгака, вот это, о Христе-то он говорит, ежегодно там. Он добрый человек. Добрый человек. Вот этот палач-то и добрый человек, добрый человек, как звездонок его по зубам. Добрый человек. Якобы о Христе. Якобы о Христе. Поэтому, видишь как, я бы не говорил о паре, я все время думал о нем, какой благовестник приехал, а сейчас, думаю, ты многое умалчиваешь. Не пророческий глаз. Пророки, они прямо, Еремею Бог избрал, говорит, я поставил тебя искоренять и уничтожать. И только потом в конце насаждать и поливать. Сначала искорени, прежнее зло. А это нет, все добро, все хорошо. Это американский все. Все будет хорошо, все будет хорошо. Жена ему звонит, самолет ударил там, втором центре, и в голос, все будет хорошо, еще маленькой минуты, и все, грохнула ее нет. Все будет хорошо, не надо говорить, а сказать, как Бог даст. Еще пять минут. Ну, еще поговорим, мы на воде посигналим. Что, у меня все? Нет, я говорю, просто время вызвал. А, ну, еще пять минут. Лиша, я хотел спросить, а как за лето, только три ролика записали, за четыре месяца? Почему это есть? Сергей себе, себе это сбрасывал, Витя последнее. Витя снимал. Ну, три ролика за четыре месяца. Виктор Петеримов снимал себе. А куда он снимал? Ну, у себя, значит, где-то. Ну, а что не сказали-то? Он себе скачал. Витя Петеримов снимал на свое? А? Не, он с этой видят... Снимал информацию. Она переполнилась? Копировал или стерил? А, вот это не знаю. Ну, почему неразу Витя не подошел-то и сказал, что он хранилищем стал? А Сережа? Еще Сережа. Сергей и Виктор снимали. Я-то их не снимал, информация. Ну, ладно. Всего три ролика. Мы нашли, больше нет ничего. Как так? За лето три ролика. Где? На видеокамере. На видеокамере. На видеокамере вы последнюю нашли. Только последнюю. А предыдущую у Сергея и у Виктора Петеримова. Она лежала у него? У него снята информация. С камеры. Я не понимаю. А где находилась эта видеокамера? Иначе, значит, камера переполнилась, память переполнилась в камере. Виктор взял. Ну, ты снимал, с нее освобождал память. Да. Ну, почему он ни разу не сказал про это? Не знаю. Я понял. А он хранился здесь? Ну, Игнать, Игнать, что ж почувствуешь? Почему Виктор Петеримов не сказал, можно догадаться. Ну, да. Команды не было сказать, не сказал, и все. А сам он никогда не догадается. Он же не в общине. Он где-то в небесах летает. Сергея попросил, потому что некому было снимать, а Сергея не было здесь. А, понимаете, слово не в общине, я бы не сказал. Так, подожди. Ну, за. Ну, и Сережа еще есть. Я бы не сказал, что он не в общине. Он в общине, и у него, как говорится, свой менталитет. Ты не смотри, что он молчит. Он все правильно делает. Что молчит, так это от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Понимаешь, нет? Вот я просто молил несколько моментов. Он приходит, надо ремонтировать у меня. Он посмотрел, ничего не говорит. Пошел новый большой компьютер с процессором, купил, пришел, поставил. Только закрой глаза. С монитором вместе. Молчем. Я кое-как узнал, сколько стоит. Деньги сунул? Никак. Жене сунул. Прихожу домой, а деньги у меня уже в кармане. Он молчит. Вот я ему сказал, вдруг он приходит, берет управление на себя. А себя на моем компьютере работает. Дистанционное. И все выправляет, все делает. Витя огромную-огромную помощь делает. И поэтому я не скажу, что вот так, как мы понимаем, но у него вот такое отношение. Он молча. Сделал, еще не идет и спрашивает, как. Я говорю, все в порядке. Улыбнулся, пошел. Понятно? Так что тут это... Я просто промолчил. Ну да, когда деньги есть, то тогда все работает. Да, у него деньги есть. Он организовал теперь не на хозяина работает, а сам на себя. Он какую-то компанию организовал. Он работник. Не надо. Я хотел отдельно с тобой поговорить. Вижу, что нечего отдельно. Это надо говорить напрямую. Сейчас холодно. Если ты можешь, приходи к началу во сколько заходят. И не говори, там грешен, никто не знает. Скажи, мне настоятельно запретил заходить. Вот так отвечай, как есть. А это не надо. Грешные все понимают. Ты убила мужа, задавила, отравила. Ну да, это не надо уже, хватит. Не надо, Гриш. Ты прямо скажи, настоятель меня в храм не пускает. И все, дальше продолжай молиться. Холодно, пойди домой, погрейся. И когда уже выходит, к этому времени опять, чтобы отогрелась, пришла, помолилась и ушла. А придешь домой, считай, писал, ты молись. Настоятеля никак не суди, но скрывать это не надо. Потому что ему уже три указания дал наш архиерей, чтобы не издевался над тобой, чтобы запустил в храм. И ей только одно, отрекись от Игнатия. Да какие-то каноны повелевают, эта злоба вообще отнимает разум. Переехала на то место, и знаешь, что она со мной знает, и она молчит, ничего не говорит. В храм не запускают. Храм православный. Он какую пользу от нее мог бы иметь? И в благовестии во всем. Нет, не запускает в храм. Стоит на улице, все лето простояло. Понимаете, это здорово, конечно. Это твоя награда. А ты себя проверяй, в это время стой. Ходи. Он должен не просто его зажмут и скажут, заходи. Нет, принародно били, а теперь тайно хотите выпустить? Нет. Придите и изменитесь. Он перед народом должен тебя реабилитировать. За тобой ничего не значится. Другого совета быть не может. Это чисто по Евангелию. Ты к архиерею подходил, к митрополиту. Он ему уже звонил. И он ни под каким упертый стоит. Да он больной психически. Он такой. А больной, зачем его и держите? Ответ-то какой епархия дает? Он больной. Но больной человек-то здоровый на улице мерзнет. Храм не пускать. Такого вообще нет. Нету. За грехи какие там. Но и то определенный срок, сколько ты должна потом ходить. И еще ведь храм-то не его, не священник, к патриархии, наверное, не относится. Помещение-то частника. Да. И главное, храм-то принадлежит частнику, который построил. Говорит, так? Ну, я не знаю. Они ухаживают за ним все время. И родители его ухаживали. И теперь он ухаживает. Они его хорошо обихаживают. И он получил даже награду за это, то, что помогает. Ну ладно, все. А это он теперь не Игорь. У него другое имя. Ему дали звание. И романаха-то уже возникли. Он уже построил-то. Чернодаров. Он теперь не Игорь. Это священник, который вас не пускает. Священник, да. Вот только дело. Я сказал тебе, как поступать. Больше не разговаривай. Мне настоятель запрещает входить в храм. Все на этом. Ничего не поясняй, ни одного слова. Не надо. Это грешно, это многогрешно. Итак, Галатам 3 глава, 24 стиха. Читайте до конца, до 4 главы. Подготовьтесь. Вы, если ты поможешь мне эти книги утащить. Пойдем. Галатам 3, 24. Начинаем. Господи, благослови нас. Велики милости Твои, явленные нам в этот день. Пролей милость Твои на врагов. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии. И все слышанное, доброе, да, сохранится в сердцах наших. Помоги нам исполнить заповеди Твои святые, заповеди любви. И врагам нашим, поносителям, лжецам, Господи, не имени этого грех в судный день. Благослови их. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо. Господи, я к вам просто хочу вопрос задать. Так, ну-ка, выйдите, пожалуйста. Это же здесь местное. Скажите, пожалуйста, а если, когда Нина благовествовала, ее гнали из церкви, помните, ее гнали? И она говорит, я стрясла своих ног. И написано, что об этом? Прах. И этому месту, откуда она пришла. Да, я помню. Она говорит, я выезжала, когда я взял, прах отрясла. Да. И этому месту, дальше читай. Здесь, этому месту, будет отраднее, чем садового моря. Сегодня как я поступаю? Холодно. Городом море. Зима. Да, да. Отраднее будет. Пусть приходит. А дальше, что, прочитай. А дальше? Ну, понятно. Значит, он уже тебя не примет, ты уже отрясла. Там садового моря, там делать уже не все. Сейчас я надеюсь. Он нам, Бог подписал. Хватит, ты все? Надя. Не, 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 не. Надо упасть.